HUB и HUB+. То есть HUB+, уже позволяет подключать в себе дополнительный канал связи. То есть 4 канала связи. Это 2 сим-карты 2G и 3G. До 150 устройств. 25 групп можно создавать ими отдельно управлять. Куча включилась электроэнергия. Не проблема. 16 часов автономной работы. Бесплатное обновление программного обеспечения. 2 минуты. А в автоматическом режиме. А также можно устанавливать уже подключать, интегрировать до 50 видеокарт. HUB+. Проведите, пожалуйста, по списку различий. Основные различия. Это количество устройств, которые можно подключать. В HUB это 100 устройств, которые у нас непосредственно здесь, в режиме энергоизбережения работает. И в HUB+, 150 устройств. Количество каналов связи. В HUB мы используем Ethernet и сим-карта. То есть 2 канала связи. В HUB+, используем 4 канала связи. То есть это слоты по две сим-карты. 2G, 3G, Ethernet и плюс возможность Wi-Fi подключения. Количество групп, которые мы с вами здесь благополучно добавляли все вместе. То есть две группы. То есть две группы. В HUB можно добавить 9 групп. В HUB+, можно добавить вот таких групп, которыми отдельно управляет 25. Количество камер, которые можно подключить к HUB, это 10 камер. К HUB+, можно подключить до 50 устройств. Ну, 50 внешних камер. Ну и режим энергоизбережения до 16 часов HUB+, там разница получается. А что касается системы защиты от глушения, они не отличаются? Не отличаются. Только количество устройств? Только, да. Количество устройств. То есть вот мы скачали наше приложение, зашли в свою учетную запись. Там легкое прохождение регистрации. И нам необходимо с вами добавить HUB. Убираем добавить HUB. И нам, или мы идем по долгому пути, по шаговое руководство, или по быстрому, простому пути добавить вручную. Давайте пройдемся с вами по шаговому. Что нам нужно сделать? Включить HUB. Мы его физически нажимаем кнопку по его включению. Пошла индикация. Красным обозначается свет, что нет связи с внешней средой, то есть с интернетом. Идем дальше. То есть мы ждем, пока наш HUB загорится необходимым зеленым цветом. В данном случае мы используем сим-карту оператора МТС. Ждем, пока он законнектится. То есть он загорится зеленым. Вот у нас коннект прошел зеленым. Следуем далее. Регистрация HUB. Мы пишем имя, название, дом, коттедж, офис. То есть именно объект, в котором мы находимся сейчас. В данном случае у нас имена. Давайте пока напишем. По поводу коннекта. Если симки нет, то есть лангборд воткнул, но ему нужно знать эти настройки. Нет. Если у нас используется Ethernet напрямую, ну сразу при подключении. Порт должен быть открыт, чтобы при подключении сразу пошел доступ к интернету. Ну, и мне это поддерживается и ты, чтобы он получил настройки. Да. Если мы будем жестко, то есть мы будем взрослые, то есть мы будем взрослые, то есть мы будем взрослые. Нет. Есть несколько возможностей связи. Весим карты Wi-Fi и ULAN. Да. И он как-то покажет о том, что что-то он под ком-то каналом не может. То есть мы пишем физически, да, где мы находимся, и нажимаем QR-код. Нажимаем на вот этот вот квадратик. И следующий наш шаг – это на обратной стороне нашей консоли, а также на коробках есть индивидуальный QR-код. Мы просто наводим фотокамеру и идет добавление нового устройства. Хаб добавлен. Поздравляем. Новый пользователь Сергей. Ну, в приложении как раз добавить дополнительные альтернативные каналы связи – это Ethernet, если у нас присутствует. сразу нужно добавить комнату. Если, допустим, Ethernet есть, и там общая, локальная, там какая-то сеть, и через это другому, может быть, по какому-нибудь проводному каналу, можно не интересом, а потом пользуемся одним по Ethernet. Можно будет выбрать, да, любой канал связи. Конечно, приоритет. Приоритет всегда Ethernet. Если есть, у нас включен Ethernet, и он включен, работает, или вы? Идет приоритетный. Да, если вы. Ethernet приоритетный. Если вы нет, то всех ставим. Да, то есть он дальше переключается по возможности. Так, что нам нужно, следующий шаг нам сделать, это добавить комнату, в которую мы будем наше устройство добавлять. Ну, давайте напишем с вами. видео-класс. И важный момент, это завизуализировать комнату, то есть или взять фотографию помещения из библиотеки, уже ранее сфотографированной, или сфотографировать данный момент. Предлагаю сделать селфи масштабное. Все улыбаемся. Здесь мы проходим режим редактирования. И нажимаем кнопку использовать это фото. Все, она добавилась. То есть при сработке клиент увидит фотографию и сразу поймет, что это за комната. Все, нажимаем кнопку добавить комнату. Все, комната добавлена. Если мы сразу знаем, что у нас будут дополнительные еще комнаты. Спальня, кухня, офисное помещение, сейф, оружейная комната, мы начинаем сразу добавление всех комнат необходимых, чтобы потом нам было проще и легко добавлять наше устройство. Предлагаю добавить еще одну комнату. Например, какой-то офис. опять сделанную фотографию. Допустим, это наш офис. Используйте эту фотографию и нажимаем кнопку добавить комнату. Добавляем новую комнату. Идет процесс сохранения. И при этом сразу уведомление о том, что комната новая добавлена. Есть можно еще и еще. И так до необходимого количества комнат мы с вами все добавляем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА